Анастасия Богомолова За последние годы в Беларуси пришлось несколько раз модернизировать и приспосабливать вооруженные силы к современным условиям. В том числе был учтен опыт войны, локальных конфликтов на планете и развития технических средств. Не дай бог, но если. Мы люди военные. Мы должны каждый день готовы быть к войне. Если говорить с открытым текстом. А поскольку мы не воюем, а армия, которая не воюет, ну люди опять военные, это не армия. Воевать мы не собираемся искусственно где-то там и так далее. Надо учиться здесь. Состоялся и практический показ боевых возможностей вооружения, но включал 4 эпизода с боевым применением беспилотных летательных аппаратов, авиации, огневых комплексов, бронетехники и противотанковых ракетных комплексов. Подробности в следующих выпусках. Новость последнего часа лауреатами Нобелевской премии мира. За 2018 год стали конголезский врач Денис Муквеги и иракская правозащитница и активистка Надя Мурат. Как сообщил норвежский Нобелевский комитет, награды им вручаются за усилия по прекращению сексуального насилия в вооруженных конфликтах. В сети появилось видео страшной аварии в Твери. Маршрутка выехала навстречу и влетела в рейсы в автобус. Все, кто находились в такси, 13 человек погибли. В автобусе ехали два человека. 48-летний водитель и 64-летняя женщина. Они выжили, доставленные в областную больницу с различными травмами. Выяснилось, что «Газель» незаконно перевозила пассажиров. Белорусы, пострадавшие накануне ДТП в Украине, продолжат лечение на родине. Сегодня утром в Николаевскую область отправились три реанимобиля Гомельской областной больницы. Четыре человека, находящихся в Кривозерской центральной районной больнице, уже к вечеру планируют доставить в Белорус. Сегодня исполняется 100 лет со дня образования уголовного розыска. По случаю юбилея на площади государственного флага прошла церемония вручения флага подразделений уголовного розыска органов внутренних дел Беларуси. Как отметил министр внутренних дел Игорь Шуневич, 90% всех тяжких преступлений раскрывается сотрудниками милиции. Служба в уголовном розыске является элитной. Это были главные новости к этой минуте. Подробности мои коллеги расскажут в 15 часов. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова